Хаски, хаски, я сибирский хаски, я бандит и я не строю глазки. Хаски, хаски, я сибирский хаски, я бандит и я не строю глазки. Хозято, ну почему человеки такие криворукие? Ну почему им ничего доверить нельзя? Вот прям сейчас напишите в комментах, если вы возьмёте в руки большую космическую пушку. Вы тоже нечаянно из неё стрельнете? У нас за 5 лет существования моего канала появился по-настоящему огромный подписчик. Здоровый титан, похожий на Хаги-Ваги. Но младший человек его взял и разозлил. Хотите узнать, как мы выкрутились? Тогда присаживайтесь поудобнее, налейте себе в миске водички и насыпьте корма Сириус. После небольшой интеграции я вам всё подробно расскажу. Парни, катастрофа катастрофическая! Я похудел, и моя попа больше не похожа на булочку. Вот не надо нам было бегать по площадке, как у Горелы. Протела, я не пойму, мы же каждый день бегаем по площадке, как у Горелы. Да и вроде всё нормально своими буками. Парни, ну вы что не понимаете, что Коршик просто хочет сегодня побольше слопать нашего корма Сириус? Лопаухи-гномик, твоё королевское коварство в очередной раз не прокатило. Блин, как вы всё время меня вычисляете? Это уже просто невыносимо. Ладно, пошли домой, реально проголодался. Я реально стараюсь. Придумываю новые коварные планы для того, чтобы побольше слопать нашего корма Сириус. А вы меня всё время разоблачаете. Блин, это наверное кекс меня вам сдаёт. Протела, простого Корги нерушима, как ты можешь обо мне думать так плохо? Да никто тебя не сдаёт, волосатая сосиска, ты сам палишься. В прошлый раз помнишь, как ты нам предъявлял мешок с кормом Сириус, на котором маркером было написано, для собак породы Корги нужно съедать по 3 килограмма корма ежедневно. Конечно помню, а вы стали надо мной ржать и обзываться, а это правда между прочим. Ага, ага, только вот твой маркер очень легко стирался, и под ним была написана твоя дневная норма, рекомендованная производителем. Так что это ты сам написал, нас хотел развести. Блин, парни, ну что мне оставалось делать, ведь в нашем премиум корме Сириус столько мяса, что приходится идти на всякие хитрости, лишь бы съесть его побольше. Не, Коржундель, мы потому в такой классной форме, у нас такая красивая шерсть, потому что мы соблюдаем рекомендации ребят из Сириуса, так что не пытайся нас больше обдулить. Эх, понял. Кекс, а может ты мне немножко оставишь? Прокала? Это тоже не прокатит. Началось все с непонятной нам истории с цыпочкой, похожей на Дагдейху. Она загипнотизировала кекса, и тот чуть не сожрал Коржика. Кстати, Хосята, вы настоящие молодцы, заметили ошибку в моем вчерашнем выпуске. Конечно, эта Дагдейха заворожила кекса, а не Коржика, я оговорился. Ну просто для меня все корги на одну морду. И да вы для нас на одну морду, дворняжки, мы вас только по цвету и различаем. Грязно-серый это бандит, а грязно-рыжий это бублик. Кстати, там еще один прикол был в твоем выпуске, рыжая сопля. Когда мы рассказывали о нашем корме, твои реплики говорил бандит. И наши Хосяты это тоже заметили. Это мы просто прикалывались, думали, что сможем провести вас. Но нет, наши вкусненькие подписчики очень внимательные. Ну так вот, не успели мы опомниться от этой Дагдейхи, как нам на голову свалилась еще одна проблема. Парни, а вы точно грохнули хаки-ваки? Что за глупый вопрос, младший человек? Конечно мы его лопнули, он бабахнул как шарик. А то, что от него осталось, вы куда дели? Ну пошли на улицу, а шметки эти собрали и в мусорку выкинули. А что такое? Вы что новости не смотрите? Не знаете, что в нашем городе происходит? Да если честно, нам в последнее время вообще не до новостей было. У нас ко мне Ешка пропал, потом какая-то сыпочка Дагдейха приперлась и меня загипнотизировала. Сейчас от часу не легче, а теперь еще и это. Да что это? Ты можешь внятно сказать? Вы сами включите телек и узнайте. Это сейчас по всем каналам передают. Этого огромного титана-робота заметили еще на подступах к нашему городу. Как заявляют эксперты, он очень напоминает персонажа Хаги-Ваги из компьютерной игры Poppy Playtime. В отличие от других пришельцев, которые нападали на наш город, этот робот пока не сделал ни одного разрушения. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры, этот титан умеет говорить. И вот его требования. Я не разрушил ваш город только по одной причине. Мне влом искать среди обломков этих четырех псов. Поэтому вы должны мне их выдать добровольно. Иначе я сравняю этот город с землей. Мы пока не знаем, о каких четырех псах говорит это чудовище. Городские власти отказываются от комментариев. Капец, гигантский Хаги-Ваги робот-титан! Так, стоп, он явно ищет нас. Это точно не воплощение Хаги. Это точно не камнеешка. Он прекрасно знает, где мы живем. И пришел бы сюда, не торчал на площади в центре города. И Хаги тоже знает наш адрес. Тут что-то другое. Парни, что вы в очередной раз натворили? Признавайтесь. Да клянемся, мы ни в чем не виновники. Мы не знаем, откуда появилась Тадок Дейха. И откуда взялся этот титан Хаги. Реально, младший человек, это вообще непонятная ситуация. Если всех чудовищ из обратного мира мы завалили, то откуда берутся эти? У вас есть 24 часа на то, чтобы вы выдали мне этих четырех собак. Время пошло. Ну что, младший человек, нашел? У нас же все меньше и меньше времени остается до истечения срока. Если мы не поймем, кто это вообще и как его завалить, этот Хаги разрушит город. Парни, в инете реально нет информации, кто это, откуда он взялся и как его победить. Слушайте, ну если он титан, ну то есть робот. Может он из компании всяких там ТВ-менов из вселенной Скибиди-туалетов? Если это так, то он опоздал минимум на полгода. Скибиди-сортиры уже не в тренде. Хе-хе-хе. Ну и он очень похож на Хаги. А настоящего Хаги мы же лопнули. Но может, чтобы соответствовать тренду, этого нового титана создали по образу и подобию Хаги-ваги? Да, Хаги уже тоже не тренд. Мне понятно, что ничего не понятно. Но главное, зачем ему вы? Ну вряд ли мы ему нужны для того, чтобы с нами в догонялки поиграться. А может вместо того, чтобы сидеть тут и гадать, пойдем к нему и спросим? Вы с ума сошли? Мы ничего не знаем о его способностях и оружии. А если он не говорить начнет, а пульнет в нас какой-нибудь плазменной пушкой? Младший человек, мы все видели новости. Нет у него с собой плазменной пушки. Хотя, вполне вероятно, что он может стрелять плазмой из попы. Брателло, ну хватит этих своих приколов. Если твоя попа это оружие, это не значит, что и у других так. Вот именно. Мир не крутится вокруг твоего супер-пука, хвостатая сарделька. Я считаю, что нам надо подготовиться на случай, если наша магия не сработает. Нам нужно какое-то супер-оружие, чтобы применить его, если титан нападет. И где мы его возьмем? А я думаю, что нам может помочь средний человек. Он же агент федеральной службы времени. Но он же уехал со своей цыпочкой Алиной на очередное задание. Куда-то в Ростовскую область. Младший человек, может ты ему позвонишь? Может быть у него для нас будет совет? Хорошая идея, парни. Клим, привет. Видел, что у нас происходит? Да, братик, привет. Видел, конечно. Это титан, известная природа. Его нет нашей базы данных. Спроси его про оружие, может что подскажет? Парни хотят пойти с ним поговорить. Может посоветуешь какое-нибудь оружие, чтобы мы не пошли на встречу с голыми руками? Есть у нас одна новая разработка. Плазменный анниглятор титанов, ПАД-01. Экспериментальная разработка. О, а как нам её получить? Я сейчас очень занят в здании, поэтому отправлю вам этот гаджет почтой. Средний человек, ты чё, сдурел? У нас всего несколько часов осталось, а посылка из Ростовской области почтой будет идти года два. Тимофей, передай кексу, пусть не стерит. У нас в каждом отделении почты стоят сценарные телепорты. Только посылку пусть заберёт папа. А я тебя пока проинструктирую, как пользоваться этой фигнёй. Это лопиющееся негодяйство. Ну что, курьеры ходить на почту? И почему бандиты Бублик будут слушать инструкцию, а мы нет? Ну, наверное, потому что они нас считают маленькими собаками, не способными держать в руках суперсекретное оружие под названием плазменный аннигилятор титанов. Парни, ну-ка расскажи мне, как нужно переходить улицу? По переходу. Правильно, поэтому мы идём к пешеходному переходу. Что нужно перед ним сделать? Остановиться, да? Нужно остановиться, посмотреть налево, посмотреть направо. И теперь можно идти, можно. Старший человек, ты нас тоже мелкими считаешь? Ты что думаешь, мы не умеем дорогу переходить? У нас вообще-то важная миссия. Мы должны разобраться с тем огромным роботом. А ты нас тут правилами дорожного движения грузишь. Итак, что мы тут имеем? Обычное отделение почты и очередь огромная. Хм, не забывай, что мы очень коварные лисы. Ща нам всё без очереди выдадут. Спасите, помогите, у меня горжачья инфаркция. Мне надо срочно выдать посылочку, пожалеете бедного маленького щеночка Кварги. Хе-хе-хе-хе, красава, брателла. За чёрт на ты очередь на почте развёл. Интересно, что ж в этой коробке? Судя по размерам, этот аннигилятор не такой уж и большой. Поэтому сейчас придём и будем требовать, чтобы нам тоже рассказали, как им пользоваться. Да, я думал, там какая-то крутая пушка будет. Это вообще непонятная хрень. Ты её точно правильно собрал, младший человек? Ну, вроде верно собрал. Короче, наводишь рамку на чудовище. На экране выбираешь уровень плазменного заряда. И стреляешь. Блин, оно заточено под руки человеков. Нам из него популять не получится. Раблон. Вот неужели так сложно сделать гаджеты, чтобы ими и собаки могли пользоваться? Да, мы тоже, когда слушали инструкцию от среднего человека, думали, что сможем по разу стрельнуть. Но увы. Ну ничего. И вообще, это оружие подстраховка. Нам обязательно сначала надо поговорить с Титаном и выяснить, кто он такой и зачем мы ему нужны. Пойдёмте выясним. Пять минут назад передали, что Титан Хагиваки пришёл на стадион одной из школ. И она недалеко от нас. Ну что, погнали? Конечно. Мы всегда готовы к встрече с чудовищами, потому что мы самые крутые псы в галактике. Ну, наконец-то. Почему вы раньше не пришли? Капец он огромный. Я думал, он меньше. Здорово, чудовище. Ты хотел нас видеть? Ну, вот они мы. Давай, говори быстрее. Чё тебе надо? А то у нас вот ещё дел полно. Я так мечтал о встрече с вами. Вы просто не представляете. Да кто ты такой? Почему ты похож на Хагиваги? Давай, говори уже. Я вам сейчас всё с удовольствием расскажу. Только меня пугает вот эта штука в руках у вашего хозяина. Вообще-то он нам не хозяин. Это наш младший человек. Не обращай внимания на эту штуку. Это просто селфи-палка. Ну, чуть-чуть большая. О, вы хотите со мной сфоткаться? Это так мило. Я буду на седьмом небе от счастья, если у меня будет эта фотка. Ведь вы мои кумиры. В смысле? Ты чё сюда припёрся, потому что ты наш фанат? Офигеть! Ну, зачем ты обещал разрушить город, если мы не придём? Ну, потому что я очень хотел вас увидеть и с вами пообниматься. И как видите, я ничего не разрушил, когда пришёл в ваш город. Там, где я живу, вы просто герои. Так где ты живёшь, так и не рассказал. Откуда ты и почему так выглядишь? Давайте я всё расскажу вам после того, как мы обнимемся. Идите ко мне скорее. Эээ, подожди. Мы просто так обнимаемся, только с маленькими человеками. Но если вы не хотите ко мне подойти, то тогда я к вам подойду. Стой! Ты пока у нас ещё не вызываешь доверия. Упс. Ах, вот вы, значит, как. Вот так вы встречаете своего самого преданного фаната. Что ж, я был у вас хорошего мнения, но теперь я вижу, что вы наглую собаку со звёздной болезнью. И мне придётся наказать вас и ваш город. Я его разрушу до основания. А вас затопчу. Младший человек, что ты наделал? Нам капец. Как думаете, он же нас здесь не найдёт? Да? Младший человек, вот нафига ты стрелял? Этот титан был хороший. Он был нашим фанатом. А теперь ты его разлил. Если честно, я не думаю, что сидение под столом тебя спасёт. Младший человек, ты видел, какой он здоровый? Что ты вообще можешь сказать своё оправдание? Парни, ну я не хотел. Я случайно выстрелил. Оно само. Я не знаю, как это произошло. Ага. Ещё скажи, что левая собачка пришла и из плазменной пушки выстрелила. Ну, а может этот титан побесится и успокоится? Ну, вроде выстрел из плазменного аннигилятора титанов ему особого вреда не нанёс. Брателло, ты совсем ку-ку? Вот представь себя на его месте. Или на месте любого нашего подписчика. Ты такой едешь к своим любимым блогерам, чтобы сделать селфи. Они тебя встречают выстрелом из плазменной пушки. Да там маленькая мощность была, я посмотрел. Я думаю, что Кекс прав, он должен был успокоиться и уйти. Куда ему уходить? Кстати, мы так и не выяснили, откуда он. И вообще, он ясно сказал, что разозлился и будет нам мстить. Вот так мы вместо огромного мощного друга получили врага. Да я реально не специально это сделал. Я хотел ему всё объяснить, но вы же заорали. Текаем нам капец. Так что вы тоже виноваты. Так, запомни раз и навсегда, младший человек, мы не какие-то трусы. Мы не убегаем, а тактически перемещаемся на более выгодные позиции. Так что не надо тут на нас свою вину перекладывать. Короче, парни, надо признать, что руки у младшего человека растут оттуда, откуда у нас растёт хвост. Чеб корова мычала, Коржик? У тебя нет хвоста. У меня есть хвост, пусть и маленький, зато эта пипка в сочетании с моей симпатичной попой даёт мне народную любовь. Понял? Выходите на битву, вонючие псы, и не забудьте взять с собой этого противного человека. Так, без паники, сиди тут тихенько, младший человек, мы пойдём разбираться. Эм, привет ещё раз. Слушай, мы как-то неправильно начали, произошло чудовищное недоразумение. Выстрелы с плазменной пушки и недоразумение? Да вы мне прямо вдруг попали. Ну так-то да, но это просто по неопытности, наш младший человек не хотел этого делать. Да, прости его, если сможешь, он просто первый раз этой пушкой пользовался. Но зачем вы её взяли с собой на нашу фан-встречу? А, понятно, он это считал фан-встречей. Бублик, скажи ему, что мы не знали, что от него ожидать. Ну ты тоже нас пойми, в нашем городе появляется огромный робот-титан и требует встречи с нами. Мы ж не знали, что от тебя ожидать, вот и решили подстраховаться. Но я же специально сделал себя таким, чтобы вы видели во мне своего друга. Знаете, сколько я денег потратил на эту пластическую операцию? В смысле? Ты специально сделал себя похожим на Хаги-Ваги? А с чего ты взял, что это наш друг? Ну как с чего? Вы же с ним стали дружить и поселили потом его в этом лесу. Кстати, а где он? Я у него тоже хочу автограф взять. Слушай, мне кажется, у тебя какая-то очень устаревшая информация. Хаги нас предал и потом много раз сделал нам всякие гадости. Что? Вы серьезно? О нет! И зачем тогда я потратил столько денег? Горе мне, горе! Теперь вы меня будете ненавидеть! Стой, подожди, мыть! Ты же большой мальчик! Мы сейчас по всем разберемся. Давай начнем сначала. Как тебя зовут? Меня зовут Вася. Я из мира роботов-титанов. Вася? Прикольно, что у него такое простое русское имя. А где находится твой мир, Вася? На другой планете. Я летел сюда два года, чтобы вас увидеть, а вы с меня стрелять начали. Ну погоди, погоди, не начинай снова. Если ты летел сюда два года, тогда понятно, что ты считаешь Хаги нашим другом. За это время все изменилось. Ты что, смотрел наши ролики у себя там? Да, пять лет назад в нашем мире открылся портал в виде большого плеера. Потом мы узнали, что это плеер YouTube. И там можно было выбирать ролики. Капец! И что, ты хочешь сказать, что вы смотрели только выпуски Бандита и Бублика? Ну сначала нет, смотрели все подряд. Но потом мы решили объявить всепланетное голосование, на котором стали выбирать самые крутые каналы. И вот уже три года подряд все на нашей планете выбирают вас. Капец! Мы популярны среди роботов-титанов. Невероятно! И за эти годы мы решили построить двигатель, который бы смог отправить одного из нас к вам на фан-встречу. Я победил во всепланетной лотерее. Мне поставили двигатель и вот я здесь. Я стесняюсь спросить, а где находится твой двигатель? Брателло, не тупи. Это ж понятно, где он у него находится. Там же, откуда растут наши хвосты. Хе-хе-хе-хе. Я прав? Или я прав? Хе-хе-хе-хе-хе. Конечно ты прав, Кекс. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну вот, ты уже не злишься на нас и улыбаешься. Теперь осталось помирить тебя с младшим человеком. Младший человек, иди сюда. Вот так мы и подружились с Большим Титаном Васей. Если все на его планете подписаны на наши каналы, почему вы до сих пор не подписались? А ну-ка быстренько жмякайте кнопку. В следующих выпусках мы обязательно расскажем вам о приключениях с Титаном Васей. Ведь мы его уломали остаться у нас на лето. Так что если не хотите пропустить все самое интересное, подписывайтесь, ставьте лайк и следите за нашими каналами. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok